Оформь спонсорство на Бусти и смотри видосы раньше всех, ну то есть до их официального выхода на Ютубе, и без цензуры, ну то есть с обнаженочкой и неприкрытым насилием. Ссылочка есть в описании. О пятой части Восставшего можно сказать многое. Например, это первый фильм франшизы, в съемках которого Клайв Баркер не принимал ни малейшего участия. Также это первый фильм франшизы, который пролетел мимо кинопроката и вышел сразу на DVD. Ну и самое интересное, Восставший 5 это первый фильм в режиссерской карьере Скотта Дерриксона. Да, это сейчас мы знаем его как талантливого хоррор-мейкера, снявшего, на мой взгляд, лучший фильм Блумхаус, Синистер. Это сейчас мы знаем его как режиссера Доктора Стрэнджа и свеженького черного телефона, мнения о котором кардинально разделились. В 2000 году же Скотт Дерриксон был ноунеймом и режиссером-дебютантом, на растерзание которому доверили пятую часть всеми любимой франшизы, от которой никто не ждал каких-то откровений, но в итоге конечный результат удивил многих. И да, всем привет, с вами Миша Дарпый, по традиции ставь лайкусик и пиши комментик, если хочешь продолжение обзоров на Восставшего из Ада, ведь дальше там начнется кромешный ужас. И кстати об ужасе. Настоящий, концентрированный, лавкрафтианский ужас я испытал, когда чуть не пережарил шашлык и не заляпал новую толстовку Скотта Ктулху, которую я заказал на своем любимом сайте Всемайки. Посмотрите какой милаш. Так и захотелось сделать обзорчик на какой-нибудь фильм по лавкрафту, например на «Извне». У толстовки есть очень удобный капюшон и вместительные карманы, куда можно спрятать руки от стремительно наступающих осенних холодов. Ах да, в дополнение к толстовке я заказал такие вот шикарные шорты с принтом, которые намекают на то, что случится с гадкими человеками, когда Котта Ктулху проснется. На сайте Всемайки огромный выбор одежды с принтами разных тематик. Музяка, игры, кинченезы, аниме, мемисы и так далее. И всегда можно использовать конструктор, чтобы сделать свой авторский принт. Так что сканируйте QR-код на экране, либо переходите по ссылочке в описании, дабы попасть на сайт Всемайки. А чтобы ваши покупки стали выгоднее, используйте мой промокод MD822 на скидку 10%, которая суммируется со всеми акциями на сайте. Удачных вам покупок, а мы переходим к восставшему. Я есть боль. Итак, фильм стартует с супер напряженной шахматной катки. Вам шах и одновременно мат. Так это восставший или ход королевы? Почему проигравший до сих пор не разорван цепями? Нас знакомят с главным героем, Джозефом Ион Коб. Очень плохой коп. Его играет Крейг Шафер, знакомый нам по ритуалу. И не исключено, что с ним мы еще встретимся в обзоре на Ночной Народ. Ставь лайкусик, если бы хотел. Так вот, у детектива Джозефа есть напарник Тони Пиньята, чей интеллектуальный уровень ГГ старается подтянуть с помощью игры в слова. Слово из 10 букв, где режут скот. Скотобойня. И я не знаю, вдохновлялся ли чем-то режиссер, но такой же подобной лабудой занимались копы-напарники из фильма «Дьявол во плоти» с молодой Роуз МакГоун, который вышел на два года раньше восставшего. Левосторонний. Легко. Что-либо имеющее преимущественное развитие левой стороны. И кстати о загадках. Я рано понял, что у меня дар разгадывать. Одну такую детективу предстоит разгадать прямо сейчас, ибо жертва его нового дела буквально разделена на десятки пазликов. Вот как он выглядел с лицом. Мак Трахер? Пустились вместе в школе. Более того, детектив, будучи прыщавым тинейджером, нещадно булил своего ныне почившего одноклассника. Один год он занимался баскетболом. Мы издевались над ним до тех пор, пока он не ушел. Что вы делали с ним? Один брал его правую руку, другой брал его левую руку, один его ногу. И представьте, пять человек просто его на болевых вот так вот езжат, блядь. Осуждаю. И да, ответ копа был, конечно, более в духе франшизы. Что вы делали с ним? Мы устроили ему ад. Покойник разорван крючами. Очевидно, убийца рыбак. И самое время поискать его коллекцию блесен. Ты что волшебник? Да, грёбанная шкатулка Лимаршана стоит тут в качестве подсвечника. И да, я знаю, что единственная оставшаяся шкатулка, по идее, находилась у жены Джона Мерчанта. И переходила в их семье из поколения в поколение. Но конкретно эта часть франшизы наглухо игнорирует события оригинальной квадрологии. Так что касаться их мы сегодня будем мало и косвенно. Что там? Это палец ребёнка. Дело принимает нешуточный оборот. Ну, тем интереснее его будет расследовать. И детектив спиздив 300 баксов из кошелька покойника. Систематическая коррупция, поняли? Запишите. А также зачем-то, без каких-то внятных объяснений, забрав шкатулку, хорошо хоть что не палец, отправляется домой, где нас крайне коротенько знакомят с его женой и дочерью. Нет, даже не знакомят, а просто обозначают, что они у него есть. И это неспроста. Ты начнёшь дома? Честно говоря, у меня дело. Какое ещё дело? Ну, в основном это разговор с самим собой в духе старого доброго Нуара. Я верю в лояльность, в преданность. У меня есть принцип. Да, я угадаю. Один из этих принципов гласит, если спиздил деньги трупа, ночь пройдёт безумно круто. И да, детектив снимает юную шлюшечку. Ты только что отсосал у всех ниггеров квартала. А поразив мадам своим Джозефом-младшим и даже оставшись с ней на ночь. Вот ведь романтик грёбанный прям Ричард Гир. Копчик основательно прибухивает, чем удлиняет список своих пороков, которому стоит добавить оголтелый анонизм, если он хочет достичь уровня плохого лейтенанта. Далее герой собирается поиграться со шкатулкой, сидя на толчке. И удивительно, что настолько очевидная сцена пришла в голову создателей лишь к пятой части. Но нет, все набиты не появляются, дабы показать детективу неземные наслаждения посредством весёлой карусельки. Вместо этого шкатулка переносит героя в некую детскую некоего дома, где его встречает... Ну, привет, детектив Фалос. Ну, как говорится... Две сестры, две жены, кого поймал, ту и лежит. Эй, девочки, его ствол находится не там. Хотя, если хорошо подумать... Я не знаю, какую гамму эмоций сейчас испытывает персонаж, но актёрам на съёмках было очень весело. Помогите! Это гнусная тварь, сгусток человеческого зла. Да как тут не станешь сгустком зла, когда у тебя нет жопы и возможности от души просраться? И да, бедный щелкун, каких только упоротых метаморфоз он не натерпелся. То, блядь, форточку открыл. Кошмар. И приснится же такое. Решив, что всё это лишь страшный сон, детектив отправляется на работу, где, касаемо расследования, мы узнаём, что труп был разорван большими крючками. Спасибо, блядь, товарищ эксперт! Мы не знали, это ведь всего лишь пятая часть франшизы. И то, что детский палец из свечки был отрезан по-живому, стало быть, ребёнок может быть ещё жив. Ну, приятная новость. Но всё это пока уходит на второй план из-за судьбоносного звонка. Детектив Торн. Это Датна. Ты был со мной этой ночью. Я всё ещё в мотеле. Помоги мне, умоляю. Детектив тут же отправляется в мотель, где обнаруживает... О чём тут же делится с напарником. Проверь ванную. What the fuck? Какого хрена? Мать твою, что ты делал? Нюхал кокс, пил, сношался. Обычный вечер вторника. Джозеф уговаривает детектива Тортилью помочь ему стереть отпечатки пальцев. Но вы понимаете, на кокаиненная шлюха даже после своей смерти может слишком сильно ударить по репутации блестящего детектива и преданного семьянина. Поэтому для надёжности Джо решает подкинуть на место преступления кое-какие вещички напарника. Потому что врать. И да, какой бы коррумпированной паскудиной не был ГГ, его желание спасти ребёнка абсолютно искреннее. Ради этого он даже готов навалять кабинетному любителю чупа-чупсов за то, что тот не может пробить по базе человека, чьи отпечатки были найдены на шкатулке. Убери ограничения жестокие преступники и сделай полную проверку. Минго. Отпечатки принадлежат колоритному мастеру пирсинга, который при упоминании шкатулочки на жопной тяге чуть ли не отправляется в стратосферу. Передай Джо, чё? Инженер хочет свои деньги и свою собственность. И все, кто читал повесть Баркера сейчас знатно воодушевились, ведь инженером в ней был пятый и, наверное, самый таинственный синобит, который, в отличие от своих коллег и, я цитирую, приходил только тогда, когда момент тому соответствовал. Здесь же инженер что-то типа городской легенды. О нём много кто слышал, но мало кто его видел. Ибо народная мудрость гласит «Начнёте охоту на инженера?» «А инженер начнёт охоту на вас». «Прям афоризм. Не забудьте записать». Короче говоря, ошмёткам из начала, которые раньше звались Джей Чо, очень нужна была знаменитая шкатулка, которая имелась у инженера. И когда договор купли-продажи, в котором мистер Персингис являлся посредником, был фактически заключён, хитрый азиат попросту украл шкатулку, за что, собственно, и поплатился. «Что?» «Это только глюки». Далее Джозеф отправляется к мороженщику, который настолько фанат своего дела, что не ограничивается продажей эскимо, толкая также лёд и снежок. «Ты что-нибудь слышал о шлюхе по имени Дафна?» «Как она выглядит?» «Длинные волосы, ротик рабочий, попка-ягодка». Парышка знает, кто был сутенёром, девчонки по вызову, но на вопрос о его связи с инженером мужественно отмалчивается. Правда, лишь до первых оплеух. «О, а это точно фургон мороженщика?» «Забудьте про фейк-такси!» «Дрочите на фейк-айскрим!» «Инженер Берни, кто он?» «Я никогда не видел, клянусь». Короче говоря, мистер Диллер рассказывает историю про сутенёра Терри, которому инженер поставлял девочек. Но Терри взял да и влюбился в одну из шмонек, женился на ней и уехал жить в горы. Но в один прекрасный день девушка исчезла. Сутенёр обвинил во всём инженера и стал их искать. Инженер же, в свою очередь, присылал Терри вещички его жены, тепля в нём надежду, что она жива. Но однажды... Терри пришёл домой как-то утром. Она была там, спала как младенец. Он развернул одеяло, но её там не было. Какая... дикая история. Да, будто инженер здесь не таинственный синобит из повести, а грёбанный гений преступного мира, Кайзер Созе. Далее, Джозеф встречается с напарником, который оказывается гораздо более чистолюбивее, чем он сам и чуть ли не слёзно умаляет детектива рассказать начальнику о его мотельном рандеву, на что получает резкий, как удар с серпом по яйцам, ответ. Где твоя ручка? Не знаю. Ты оставил её на месте преступления. Ты оставил там свои сигареты. Ты грязный подонок. И плохой друг. Тони, обидевшись, уходит. Как вдруг Джозефу доставляют некую видеокассету. О да, братан, подруби её при всех и молись, что на ней не запись страстной долбёжки очередной путаны. Это мне тут впервые пришлось пить свою мочу, кстати, нормально. На плёнке же запечатлено убийство мороженщика неким чмом. С таким языком, будто он подрабатывает чистильщиком обуви. Так или иначе, начальству показать эту запись не удаётся, ибо плёнка на манер сраненького шпионского гаджета самоликвидируется. Ну, по крайней мере, так думает Джозеф. Капитан же считает, что тот перегрелся на солнышке. Я сделаю формальный запрос на то, чтобы ты встретился с нашим психологом. Чё, угораешь ты, что ли? Психологом же оказывается Джеймс Риммер, отрастивший шикарную шевелюру. Это новый имидж. Правда, детективу особо не до разговоров, ну, с другими людьми. Внутренний монолог то он почти не прекращает. Дети, единственное священное создание, оставшееся в этом мире. Почему это тезис, а потом перни? Внезапно срабатывает ориентировка и гнусную жертву шлифовальной машинки так и ловит патрульный, что, конечно, оказывается мерзкими глюками от злоупотребления беленьким и белочкой. Наверное. Они нашли твоего информатора. В общем, его в мясо. Мороженщик же убит тем же способом, что и на пленке. Да и палец находится там же, где оставил его маньячок. У него есть запись на автоответчике. Оставьте свое сообщение. Алло, во-первых, пошел нахуй, во-вторых, пошел нахуй. Сообщение же от того самого Терри Сутенера, который просит мороженщика найти некого мистера Пармаджи в неком заведении. И решив, что это шаг вперед к поимке инженера, да, Крейг Шафер обожает сниматься в фильмах с наглухо переусложненной детективной линией. Привет, ритуал. Напарники отправляются в то самое заведение. Это гей-бар. Я знаю все лица здесь, но твоего что-то не припомню. Так как можно не помнить лицо с настолько мужественным пупком на подбородке? Ты инженер? Я дивергент. Конечно, этот хер в шляпе никакой не инженер, а лишь один из его прихвостней, но... внезапно. Чего, блядь? Но, 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 но. Да, детективы отмудохали сраные кунг-фу ковбои. Хотя, чему я удивляюсь, я же смотрел фильмы с Джеки Чаном. Но вот к чему вся эта дичь вообще непонятна. Ибо Джозефа отпускают с очевидным намеком, мол, братишка, ты должен продолжать искать ребенка, ибо то есть воля инженера и зубной феи. Вместо больницы, несмотря на то, что Джо еле ходит и наверняка будет писать кровью, он просит напарника отвезти его к психологу. Несколько лет назад я услышал о парнях, которого называют инженер. Знаете, о ком я говорю? Пожалуйста, продолжайте. Отвечайте на мой вопрос. Не обязательно так кричать. Психолог рассказывает, что тоже слышал об инженерии. Видимо, его популярность во вселенной фильма сравнится только с популярностью Элвиса. Более того, когда-то он весьма плотно изучал одно дельце, обстоятельство которого максимально похоже на то, что происходит с детективом сейчас. Он был мастером в своем деле, пока не столкнулся с одним делом, в котором все сводилось к одному человеку. Все звали его инженер. Все это вылилось в паранойю. Его волнения переросли в глубокую депрессию. И вот однажды он пришел на работу и выстрелил себя в голову. А его коллеги из-за этого чуть не подавились пончиками. И да, у того копа тоже была шкатулка и психолог немного рассказывает о ней и осинобитах. Если ты откроешь ее, они придут за тобой. Некоторые называют их кенобитами и говорят, что они уносят тебя в банк. Да, фильм весьма щедрно, хоть и достаточно робкие, но все-таки намеки того, что здесь, черт побери, происходит, которые становятся очевидны лишь на втором-третьем просмотре. Но захочет ли зритель смотреть этот фильм два-три раза? Несу. Пробираясь через дебри высокоинтеллектуальных гамлетовских монологов, Неважно, насколько страшна тайна, ответ в конце концов всегда кажется простым, как дважды два. Дважды два-шесть. Герой добирается до дома, где его жена уже чуть было не расчехлила старую добрую штильку, но, увидев измордованное лицо муженька, тут же забыла все обиды. Детка, кажется, ты перепутала перекись с эфиром. Алло? Это твоя мама. Она сказала, что к ней приходил какой-то инженер. Гребаный профессор Вышнеградский, снова от него никакого покоя. Детектив отправляется в дом для престарелых, где проживают его родители. Хочу повидаться с Артом Эмель Торн. Я не знала, что у Торнов есть сын. Да, в мужике столько говна, удивительно, как оно еще у него в горле и не булькать. Это место представляет собой весьма угнетающее зрелище и во многом благодаря его колоритным обитателям. Какой-то очень стрёмный мужик. Мне же не показалось, нет? Мама. Почему ты не навещаешь нас, Джо? Да вы вообще в курсе, что у вас тут творится? Джозеф из палаты попадает прямиком в детскую из сна, но все это является лишь отвлекающим маневром таинственного убийцы, который превращает родителей детектива в жишку для салата. Реальность просто троллирует Джозефа, ибо все повторяется точь-в-точь. Звонок из дома престарелых, поездка туда, но в этот раз родителей на месте не оказывается. Эмм, их съела кровать? Конечно, Джозеф находит еще два пальчика и адрес, поездку на который чуть не срывает детектив Пиньята, с которым у ГГ разговор короткий. Тебе нужна помощь, Джо. А не пошел бы ты нахуй, быдло. Герой приезжает по адресу, но в обозначенной квартире обнаруживает лишь телефон и телескоп. Повернись, умоляю, повернись. Пацаны, тут дрочить и дрочить. Нет, конечно, Джо видит то, как из напарника делают начинку для буррито, а хитрый инженер собственной персоной вовсе не против потралить детектива по телефону. Чего ты хочешь от меня? Я хочу пиццы. Герой, захватив бум-палку, тут же мчит домой и обнаруживает там свою семью на гребаном столбе душ. О, а почему трупы говорят? И почему тут резко опустилась температура, будто семейство живет в номере 1408? А какого хрена они раскололись как гребаный Т-1000? И при чем тут психолог вообще? У меня уже мозг чешется. Они нашли Тони. Убийца вложил палец ребенка на этот раз. Отпечатки не были сожжены. Отпечатки ребенка это двои. Я вообще не понимаю, что происходит. Без паники! Тут никто ничего не понимает. Инженер. Инженер. Все это очень сложно принять, но чуть позже я постараюсь объяснить, что да как. И да, когда инженер по телефону сказал, хочу, чтобы ты пошел домой, детектив, он имел в виду дом детства Джозефа, место, в которое тот попал, открыв шкатулку. Джозеф вновь оказывается в детской, встречает себя, своих молодых родителей, и да, его батя стал коматозником еще до того, как состарился. Это метро. Через минуту перестанет. Пустяки. Родители внезапно стареют и атакуют, и детектив вынужден самолично пройти тот же путь, что прошел убийца. В конце концов, Джозеф оказывается в финале своего пути, находит мальчика и сталкивается лицом к лицу с таинственным маниаком. Совершенно неожиданный выходит поворот. Ладно, пришло время для моей самой любимой рубрики. Объяснение, наконец-то. В видении Скотта Дерриксона Пинхит это инженер, сущность со множеством лиц. Для одних он психолог, для других сутенер, и так далее. Его задача состоит в том, чтобы конструировать личный ад для человека и сопровождать этого человека в пути по нему. Ад тут не какое-то конкретное место, как во второй части. У всех он свой, субъективный. Когда Джозеф открыл шкатулку, он попал в собственный ад, в котором расследуют загадочные убийства и спасает мальчика. Но ему невдомек, что каждое убийство символизирует какой-то из его пороков. Проститутка это похоть и неумолимое следование животным инстинктам. Что хочешь, сколько хочешь? Мороженщик, наркотики и желание держать все под контролем, даже вопреки чьей-то воле. Не надо так обращаться со мной, Джо. Мама-папа это пренебрежение к родным. Почему ты не навещаешь нас, Джо? Мы больше не видимся. Так же, как жена и дочь. И я читал много возмущений, мол, а какого хрена мы должны сопереживать его жене и дочери, если их никак не раскрыли и в кадре они появлялись пару раз. Так в этом и соль, дорогие мои. Им и не нужно больше времени в кадре, ведь задумка именно в том, чтобы показать, как же мало места они занимают в жизни Джозефа. Наконец, напарник символизирует предательство, причем человека, который искренне считает негодяя своим другом. Мы партнеры, и это многое значит для меня. Это не пустой звук. Но что касается самой первой жертвы, то тут не все так просто. Смотрите, чертовщина началась тогда, когда Джозеф открыл шкатулку, но первое убийство было совершено, и первый палец с, я напомню, отпечатками Джозефа был найден еще до того, как он открыл шкатулку. И тут у меня два варианта. Либо это такая достаточно серьезная дыра в сюжете, либо Джозеф уже открывал шкатулку, и все события, которые мы видели, происходят уже не в первый раз, что косвенно подтверждает рассказ инженера. И вот однажды он пришел на работу и выстрелил себя в голову. Который, забегая вперед, воплотится с Джозефом. Так или иначе, ребенок, он же Джо в детстве, символизирует его душу, ведь Дети единственное священное создание, оставшееся в этом мире. Джозеф-убийца же это плоть, то есть совокупность всех его пороков. И с каждым новым трупом убийца отрезал пальцы у ребенка, что означало метафоричное разрушение души и победу плоти над ней. Столько времени и денег вбухано сюда, в дешевую метафору? Да, это как-то сложно и не факт, что я прав, так что мне будет очень интересно почитать ваши мысли по фильму, по концовке и всем метафорам в комментариях. Кстати, о метафорах. Джозеф, весь фильм пытаясь спасти ребенка, спасал свою душу, но, как мы понимаем, безуспешно. Твоя плоть убивает твою душу. Это был девятый палец, но десятый сам Джозеф. Ну, умер и умер. Какая разница? Как вдруг Джозеф очухивается в мотеле с живой проституточкой и в крайнем охуенезе, но в полнейшей уверенности в том, что все это был лишь ночной кошмар, отправляется на работу и судя по его поведению, можно подумать, что чувак исправился, но, увы. Это Кихторн. Это Давно. Пожалуйста. Я в мотеле. Нет. У нас самоубийца. Не делай этого. Все повторяется по кругу. Гребанный одноклассник все-таки отомстил своему обидчику. Что вы делали с ним? Мы устроили ему ад. Заставив детектива вечность переживать одни и те же события в собственном аду. Нет. Итак, мы посмотрели восставший из ада пять. И... Для франшизы Hellraiser фильм не пришик где рукав. Ибо заменишь шкатулку другим артефактом, сенобитов на демонов и... вообще ничего не поменяется. Оттого и ходило много разговоров, что изначально сценарик пятерки был сценарием для совсем другого фильма. Но студия попросила Скотта Дерриксона добавить в него шкатулку пинхеда, дабы связать картину серии Hellraiser. Кстати, Скотт Дерриксон, который был сценаристом фильма, в одном из интервью это предположение опроверг, заявив, что изначально работал над скриптом, как над пятой частью восставшего. И то, что мы увидели, есть авторское видение франшизы от Скотта Дерриксона. Но что-то мне подсказывает, что он лукавит. Окей. Как отдельный фильм же, кинцо смотрится весьма хорошо. Во многом из-за очень убедительной игры Крейга Шафера, который, на мой взгляд, является весьма недооцененным актером. Детективная линия фильма весьма запутана, а концовка сложна. Но, если смотреть внимательно и вникать во все детали, то финал будет для вас очень логичным и крутым, хоть и вообще не в духе серии. Ну а с вами, как обычно, был Миша Дарку. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, либо дизлайк, если не понравилось. Обязательно подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и жмякайте на колокольчик, и тогда будете получать уведомления о выходе новых роликов. Ну или просто заглядывайте почаще во вкладку подписки, ага. Не забывай оставлять комменты, заглядывать в мой телеграм-канал, там очень интересно. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь, всех люблю, всем пока. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Предыдущий тоже посмотри там обзор на упоротый французский слэшак Кандиша Демон Мести. Про злобного духа Кандишу с голыми титьками и верблюжьими копытцами, которые убивают бедных мужчинок. Да, это очень весело и кринжово. Гоу смотреть.